В 2 часа ночи 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 Это случилось с британцами в 1914 году Это случилось с Макгейном в 1940 году Вы должны внимательно присмотреться к этим социальным программам и политике, а также к стандартам дисциплины И если они недостаточно высоки и не работают, вы не можете отмахнуться от них Вы можете обойтись без них, если просто собираетесь занять передовую оперативную базу и сражаться с врагом, у которого почти нет никаких возможностей И давайте посмотрим правде в глаза, у людей, с которыми мы столкнулись в Афганистане и Ираке, было очень мало возможностей Они могли бы случайно выстрелить из миномета или ракеты, но в большинстве случаев им приходилось полагаться на дистанционно взорванные мины, которые мы называем самодельными взрывными устройствами И у них были семерки АК-40 и РПГ И вы знаете, честно говоря, у нас было все, что нужно У нас была абсолютно разрушительная артиллерия, сокрушительная авиация, так что никогда не возникало никаких вопросов относительно того, кто будет доминировать и кто победит Откровенно говоря, нечто подобное было и во Вьетнаме У нас всегда была подавляющая огневая мощь, которая могла подойти и сокрушить противника Он просто не мог собрать все этого едино достаточно быстро и эффективно Те времена прошли И если мы собираемся бороться с кем-то вроде русских, китайцев или любой другой страны, мы должны смириться с реальностью, что они не реализуют свои программы Они в этом не заинтересованы Они не заинтересованы в том, чтобы люди чувствовали себя хорошо Их интересуют силы, которые могут сражаться Солдаты существуют для того, чтобы делать одну вещь, сражаться и убивать врага Вот и все Теперь они могут делать много других вещей, но именно в этом заключается главная цель всей этой структуры Мы упустили это из виду Мы упустили это из виду давным-давно Да, когда вы думаете об этом, видите речь Путина, в которой он говорит, что Запад Америка пытается разбудить своих военных Он этого не делает Он использует это своими собственными словами и говорит Мы не поступаемся нашими ценностями и принципами Вот к чему мы все стремимся Мы стремимся защитить Россию И вы видите, какие аплодисменты это вызывает у аудитории Там собрались тысячи людей Кстати, когда в последний раз мы получали подобное послание от нашего нынешнего президента, защищающего Америку Какую это великую нацию и что она отстаивает Наши ценности и принципы Что вы можете воспринять точно такое же послание, которое дал Путин? Байден уже несколько раз делал это раньше, когда он получал сообщение от других людей по всему миру и использовал это Его авторы могут буквально взять это, вставить в Джатхип и сказать Немного измените это, чтобы оно звучало, как у Джо Байдена Запишите это на телесуфлер Если бы он передал это сообщение Вы знаете, что сделал бы американский народ? Они бы сошли с ума Они бы аплодировали этому, о боже Кто же этот парень? Но у нас нет проамериканского послания Нам дана команда, давай запутаем всех до чертиков Где сегодня никто не знает, кто является героем Где когда-то мы действительно знали, что такое герой А сегодня мы не знаем, что такое герой Но я хочу воспроизвести для вас эту запись с участием президента Трампа, которая только что вышла И я уверен, что вы ее видели А также получить ответ от президента, от самого президента Если вы хотите сыграть в эту игру, то это то, о чем все говорят по CNN Все говорят, что это именно то, что нужно На этом все и закончится После этого он не должен иметь права баллотироваться Если вы хотите, продолжайте играть в эту игру, а потом мы покажем вам его реакцию У вас были больные люди Это был ваш удачный ход, направленный против вас самих Все началось в самом конце Например, когда Милли говорит о том, что ты собирался попробовать ударить ногой Нет, они пытались сделать это еще до того, как ты был приведен к присяге Именно так и есть Они пытаются разрушить твою жизнь Позвольте мне взглянуть на это вместе с Милли Я покажу вам один пример Он сказал, что я хочу напасть на Иран Разве это не удивительно? У меня есть большая кипа бумаг Только что появилась эта новость Взгляните-ка Это был именно он Мне подарили вот это Это не для протокола, но они подарили мне вот это Это был именно он Это были представители Министерства обороны и он сам Мы посмотрели на него Это был именно он Это было сделано не мной Это был именно он Ну и всякое всячино Продолжайте играть, продолжайте играть Подождите минутку, давайте посмотрим Да? Я только что узнал об этом Разве это не удивительно? Это полностью выигрывает мое дело За исключением того, что это строго конфиденциально секретно Здесь содержится секретная информация Взгляните на это Вы нападаете и нападаете Хиллари постоянно печатала это на принтере Она бы отправила это письмо Энтони Венеру Это Пёрлер Кстати, разве это не невероятно? Да Я просто сказал об этом, потому что мы как раз говорили об этом И вы знаете, он сказал, что хочет напасть на Иран и все такое прочее Так оно и есть Ты очень хорошенький Ну что же, это было сделано военными и передано мне в мое распоряжение Я думаю, что мы, вероятно, сможем это сделать Я не знаю Нам нужно будет посмотреть Да, мы постараемся это сделать Разберитесь сами Видите ли, как президент я мог бы удалить это сообщение Нет, я не могу этого сделать, но Теперь у нас возникла проблема Разве это не интересно? Да Это так здорово Послушайте, мы слышали, что у меня это получилось Не могли бы вы сделать паузу прямо сейчас? Так кто же это записывает? По данным CNN, аудиозапись взята из интервью, которое Трамп дал в июле 2021 года На своем курорте для людей, работающих над мемуарами для Марка Медоуза, бывшего главы администрации Трампа Хорошо, так что идите к нему и спросите, кто эта дама А кто эта дама? Это один из его сотрудников? Здесь в статье говорится, что среди присутствующих писателей-издателей два сотрудника штаба Трампа Это два сотрудника штаба Трампа? Да Хорошо, а теперь перейдем к ответу Трампа на то, что он говорит по этому поводу в социальной сети True Social Итак, ненормальный специальный прокурор Джек Смит, работающий совместно с Министерством юстиции и ФБР, незаконно слил и распространил запись и стенограмму моего выступления Что на самом деле является скорее оправданием, чем тем, что они хотели бы сделать? Заставь тебя поверить Это продолжающаяся охота на ведьм, еще одна афера с вмешательством выбора Они мошенники и головорезы Так что, когда вы смотрите эту запись, вы видите, как он говорит о Миле, о том, где он находится, о Хиллари и обо всем остальном Как вы воспринимаете это, когда видите эту запись, которую СМИ используют для того, чтобы убедиться, что он больше не может конкурировать за нее? 2024 год? Первая вещь, о которой я думаю, заключается в том, что президент Трамп мало чем отличается от большинства своих предшественников В том, что многие документы, которые они взяли с собой, когда они покинувшие свой пост, не обязательно были тщательно проверены, зарегистрированы, рассекречены или что-то еще Я думаю, что за эти годы мы стали очень спокойны в этой области Во-вторых, я думаю, что мы слишком много классифицируем Это безусловно так И очень жаль, что они очень-очень стараются повесить на него какое-то уголовное дело, что, конечно же, абсурдно Так вот, его точка зрения действительно верна Миллион других людей сталкивались с этим вместе с Болтоном и, насколько я помню, бывшим госсекретарем, который был Помпео Который сказал, что хочет баллотироваться на пост президента и откланялся Все они были сторонниками войны с Ираном И вы должны посмотреть, по крайней мере, на Болтона и Помпео, кто является их спонсорами, цитирую без кавычек, откуда берутся их деньги, они хотели войны с Ираном Милли, я не уверен, что он был решительным сторонником этого Я понятия не имею, но он определенно не собирался стоять у нас на пути Мы знаем, что Маккензи, который служил в Центральном командовании США, был именно таким По-видимому, его отпечатки пальцев повсюду на этом сбитом беспилотном летательном аппарате Global Hawk Он был нанесен на карту так, чтобы следовать по краю опознавательной зоны противовоздушной обороны Которая в соответствии с международным правом гласит, что любой военный самолет, нарушивший эту зону, может быть сбит, если он не идентифицирует себя, объясняет его должность и так далее Конечно же, мы этого не делали Так что в суде иранцы, руководствуясь нормами международного права, выиграли бы это дело В то время никто не мог сказать, что произойдет, если мы начнем войну с Ираном Идея заключалась в том, что мы должны начать войну с Ираном Это было похоже на заговор Вулфовица Рамсфелда Чейни, который привел нас в Ирак Цель состоит в том, чтобы заманить нас в Ирак Тогда мы разберемся с этим Очень похоже на то, что говорилось о Вьетнаме в 1965-66 годах Что же мы там будем делать? Мы должны туда попасть Давайте войдем туда, мы с этим разберемся Мы будем цитировать без кавычек и разбираться до конца Вы никогда не путаетесь в деталях Вы должны знать, в чем заключается ваша цель Вы должны знать, как вы собираетесь достичь этой цели, а затем у вас должно быть видение того, как вы хотите, чтобы это выглядело в конце концов Мы называем этот метод достижения цели конечным состоянием Дональд Трамп, удучи президентом Соединенных Штатов, предотвратил войну с Ираном, потому что он спросил, во-первых, что произойдет после того, как мы нанесем все эти удары Что произойдет? Так вот он сказал, что в то время я был обеспокоен гибелью людей в Иране, что является законным Тем более, что мы не потеряли ни одной человеческой жизни Мы потеряли беспилотный летательный аппарат, который, по его мнению, не достиг порога, оправдывающего войну с Ираном И, конечно же, он был прав Но это также был вопрос о том, допустим ли мы нанесем все эти удары, и что будет дальше И у вас в Вашингтоне есть много людей, которые просто хотят что-то начать, а затем убедить себя, что они могут втянуть нас в это дело, и что так или иначе военные заставят это сработать Это случилось с нами во Вьетнаме То же самое случилось с нами в Ираке Это случилось с нами в Афганистане Это случилось с нами в Ливии Это происходит прямо сейчас в попытке втянуть нас в своего рода конфронтацию с русскими из-за Украины И нет никаких серьезных, серьезных размышлений о том, каковы могут быть последствия этого Иран огромная страна По размерам он почти равен Западной Европе У него очень большое население Давайте предположим, что вы можете уничтожить Иран Хорошо, давайте просто предположим, что вы можете уничтожить его с помощью достаточного количества оружия Они не могут противостоять нам со своими сетями противовоздушной обороны или чем-то еще Все в порядке Так что давайте предположим, что вы правы, и мы уничтожим их Что же делают эти люди? Они уходят Они начинают прибывать в соседние страны, потому что им нечего есть Там нет воды для питья Если вы уничтожите Иран, как это повлияет стратегически на регион? Есть ли там кто-нибудь, кому это выгодно? Многие люди, похоже, думают, что турки так и поступят Тогда мистер Эрдоган станет выдающейся державой в регионе, потому что Иран действительно является его главным соперником Да, это интересно Так зачем же вы это сделали? Есть ли в этом какой-то смысл? В этом нет особого смысла Вот какие дискуссии за кулисами вели британские и американские генеральные штабы во время Второй мировой войны Вы хотите, чтобы мы уничтожили Германию, и что тогда? Кто придет на смену Германии? Это Советский Союз Разве это наша цель? Вы понимаете, о чем я говорю? Я внимательно слежу за вами Трамп поступил правильно Он сказал, нет, я не собираюсь этого делать Я не собираюсь поддерживать это предложение И, конечно же, доноры во всем мире были очень недовольны, потому что они щедро жертвовали этой администрации в надежде спровоцировать войну с Ираном Помните, был один потерец, который говорил, что каждое утро я встаю и молюсь о том, чтобы мы начали войну с Ираном, и он давал советы Джону Маккейну А Маккейн был одним из самых влиятельных людей в мире Выступаю за то, чтобы начать войну с Ираном Маккейн был в Киеве и говорил, мы будем бороться с русскими, мы будем рядом с вами Это было еще до того, как он скончался Это просто безумие Что происходит? Кто здесь главный? Американский народ не знает, что такое война Я видел страну, опустошенную войной Я повидал не одну такую страну Они не понимают, что мы больше не находимся в положении великолепной изоляции, когда мы можем разрушать дома других людей, не рискуя тем же самым здесь Когда вы начинаете иметь дело с русскими и китайцами, могут произойти всевозможные потенциально плохие вещи Если вы считаете Мексику нашим другом, то у меня есть для вас новости Мексиканцы всегда поддерживали тех, кто выступал против Соединенных Штатов То же самое относится и к Венесуэле и Кубе Так вот, вы действительно хотите начать войну с этими людьми, а затем открыть второй фронт в Карибском бассейне в Латинской Америке? Вы хотите, чтобы вас втянули в это дело? Никто об этом не думает У нас нет никакой стратегической мысли, и никто не думает об американском народе В чем же заключается интерес американского народа? Вы знаете, что отвечает интересам американского народа Постройте процветание, восстановите эту экономику, верните рабочие места репатриантам, установите контроль над границей, остановите приток рабочей силы, которую мы не можем нанять И если мы поверим фанатикам искусственного интеллекта, которые говорят нам об этом, то к 19 годам что же это будет? Сколько сейчас времени, 2040 год или что-то в этом роде? 80% всех нынешних низкоквалифицированных рабочих мест будут заменены искусственным интеллектом Для чего мы привлекаем большинство этих людей? Это просто безумие В этом нет никакого смысла Так кто же сейчас думает о Соединенных Штатах, об американском обществе? Никто не думает об этом Как вы думаете, можно ли использовать это для того, чтобы устранить его как кандидата? Или это все равно ничего не даст? Похоже, что они используют все возможное, чтобы устранить его Как вы думаете, вчера я написал кое-что в Твиттере, Роб? Если вы можете зайти в Твиттер, то это просто то, что я написал вчера в Твиттере, и это заставило некоторых людей задуматься Кто-то был расстроен, кому-то было любопытно, а кто-то подумал Какого черта ты вообще выставил это на всеобщее обозрение? Так что зайдите внутрь и увеличьте изображение вот здесь, вот здесь, если мы сможем увеличить его, хорошо? Стратегия на 2024 год заключается в том, чтобы Ньюсом заменил Байдена Хорошо, шаг номер один Пусть Ньюсом будет повсюду защищать Байдена, продавая записи Байдена, чтобы показать свою лояльность Шаг номер два Пусть он постоянно нападает на Десантиса Демократы убеждены, что Трамп будет вынужден отказаться от участия в выборах Шаг номер три Если Байден не уйдет в отставку, пусть основные средства массовой информации нападут на него Это уже произошло, и начиная с этой недели все телеканалы ABC, CBS и NBC начали преследовать его Шаг номер четыре Как только Джилл Байден заметил эти бесконечные нападки, проведите частную встречу с Байденом, чтобы поделиться стратегией сохранения лица, если он уйдет в отставку Шаг номер один В многочисленных документальных фильмах он показан как современный президент Рузвельта Во-вторых, заключена крупная сделка по продаже книг Саймона и Шустера В-третьих, защити его наследие и получи прощение от Ньюсома, если дерьмо попадет в вентилятор В следующий раз выбери один из нескольких вариантов ухода в отставку Во-первых, сделай все возможное, чтобы помочь нам Во-вторых, мы с Джилл помолились об этом и решили, что нам пора поехать и провести время с нашими внуками В-третьих, мы исправили все, что сломал Трамп, и теперь пришло время, чтобы это сделал кто-то другой В-четвертых, напомните Ньюсому, что он лоялен к Байдену, в отличие от Десантиса, который не лоялен к Трампу Итак, чтобы предотвратить удар Камалы в спину и позволить ей стать первой женщиной-президентом на долю второго года, когда Байден уйдет в отставку, Хиллари сойдет с ума Но что нового? И в-седьмых, разделите лагерь Десантиса и Трампа, чтобы убедиться, что мага не проголосует за Десантиса Шаг номер восемь гласит, что Ньюсому исполняется 47 лет, но я должен был бы сказать 48 И последнее, но не менее важное, очень вероятно, что ничего из вышеперечисленного не произойдет, вот почему это так важно Это называется предсказанием, но выживает только параноик Так как вы думаете, будет ли Трамп участвовать в выборах в следующем году в качестве кандидата от республиканской партии? Во-первых, выживают только параноики, одна из лучших книг, которые я когда-либо читал Это Энди Грауф, он порекомендовал мне эту книгу И если вы хотите понять, что не так с военным истеблишментом, все, что вам нужно сделать, это прочитать то, что он описывает там с IBM и все эти другие крупные корпорации Это блестящая книга, я стараюсь, чтобы ее прочитали все желающие А теперь, во-вторых, во-первых, я считаю, что она просто великолепна И я думаю, что если бы мы жили в линейном мире, другими словами, где одно событие логически следует за другим, то вы были бы абсолютно правы Я не думаю, что мы когда-нибудь доживем до выборов 2024 года Я думаю, что к тому времени в Вашингтоне все будет просто взорвано Я думаю, что наше экономическое и финансовое положение очень хрупкое Это приведет к тому, что ситуация в стране начнет ухудшаться самым ужасным образом Скажу вам честно, я не знаю точно, как это произойдет Я думаю, что в конечном итоге мы окажемся в ситуации, когда выяснится, что банки закрыты на 2-3 недели и никто не сможет в них попасть Вы так думаете? Я думаю, что мы скоро столкнемся с чем-то подобным, да Я также думаю, что уровень насилия и преступности в наших городах настолько высок, что это перекинется и на другие слои общества Люди, которые обычно думают, что могут жить вдали от этой проблемы, теперь начинают испытывать на себе ее влияние Затем я обращаю внимание на ситуацию в Украине Я думаю, что Украина катастрофически проиграет Это будет полный крах И это тоже окажет влияние здесь, у нас дома, потому что люди скажут Подождите минутку Все говорили нам, что Украина побеждает Все говорили нам, ха, у и я Что-то вроде российской мистификации на стероидах Все эти вещи собираются объединиться или сойтись каким-то образом, что помешает нам достичь статус-кво О, еще одни выборы О, еще одна серия кампаний и так далее Так что то, что вы мне говорите, в высшей степени правдоподобно, потому что я не думаю, что Байден переживет этот год Я думаю, что он скоро уйдет И я думаю, что все знают, что этот человек, Камала Харрис, ни при каких обстоятельствах не способен стать президентом Соединенных Штатов Когда вы говорите ушел, то есть ушел из жизни из-за своего возраста или просто из-за своей неспособности и наконец стал Как это называется? 25-я поправка или как там ее еще называют? Я думаю, что она ушла со сцены Все же они скажут лицо Они сделают это таким образом, чтобы сказать лицо Именно так Именно об этом вы и говорите, не так ли? Да, я думаю, что то, что написал Патрик, является точным Что-то в этом роде обязательно произойдет А затем начинаются поиски, и Ньюсом является логичным кандидатом для них Он возглавляет администрацию Калифорнии, которая является их образцом для подражания будущему Америке Если вы хотите знать, какой демократы хотят видеть Америку, посмотрите на Калифорнию Насколько глубоко Калифорния погрязла в долгах Каково положение дел в этой собственной стране? Это настоящая катастрофа Все, кто может уйти, у кого есть хоть какой-то талант, способности или понимание, уходят Предприятие уходит Никто не хочет быть там Так с чем же вы собираетесь в конечном итоге столкнуться? Очень небольшое меньшинство состоит из очень богатых людей и миллионов бедных людей, большинство из которых даже не считают себя американцами Так вот, это и есть тот самый мир мечты для левых в Калифорнии Да, именно так Я не думаю, что мы будем мириться с этим Так что я не думаю, что это когда-нибудь зайдет так далеко на национальном уровне Нет, я могу ошибаться Но я не думаю, что мы настолько самодовольны Я также знаю, что революционные перемены происходят, когда люди не могут есть, когда нарушаются цепочки поставок, и вы не можете доставлять продукты питания Когда они не могут позволить себе купить продукты питания, когда они могут и не могут позволить себе купить бензин Все эти вещи являются катализаторами реальных перемен И все делают ставку на то, что левые стоящие у руля в Вашингтоне смогут продолжать все это без каких-либо перерывов Возможно, они и правы Я так не думаю Да, я думаю, что это уныние, и что же это такое? Уныние и обреченность? Уныние и обреченность Вероятность того, что это произойдет, для меня составляет менее 5% Еще раз повторяю, мое мнение у Вас есть Я не считаю это унынием и обреченностью Я вижу в этом нашего спасителя Кстати, все в порядке, но вот в чем проблема Я действительно согласен с тем фактом, что если бы они позволили Пуэллу выполнять свою работу в качестве председателя ФРС по повышению процентных ставок и снижению инфляции Мы бы пережили серьезный кризис Переходный этап, когда люди бы поняли Эй, чувак, весь этот фальшивый успех, которого мы добились за последние 128-19 месяцев экономического роста, закончился Но мы осознали, что все, включая нас, считали Джерома Пауэлла одним из самых влиятельных людей в Америке и во всем мире Это не так Я сожалею об этом Конгресс вышел и сказал Нет, давайте напечатаем немного денег и направим их в экономику Все будет хорошо Не волнуйтесь об этом, ребята Мы продемонстрируем еще больше фальшивых успехов в экономике Вот дерьмо Эти акции снова растут Эти ребята снова демонстрируют рост, основываясь на семи акциях, которые снова растут Знаете что? Этого не произойдет Так что он пытается предотвратить это Это похоже на замедленное срабатывание бомбы замедленного действия В конце концов мы все равно пройдем через это Это может быть 5015 Кто-то должен в конечном итоге провести правильную политику Но кто бы это ни сделал, он не будет переизбран Так что вам почти наверняка придется добиться большего фальшивого успеха, чтобы быть переизбранным Это ужасно для Америки Это не очень хорошо, но такова структура, которую мы создали Вот что я хочу сделать, прежде чем мы закончим этот разговор У меня есть последняя тема, на которую я хотел бы с вами поговорить Вы уже говорили о третьей стороне И я хочу спросить вас о Бандерф Мы вот-вот запустим третью жизнь Я думаю, что это будет наш четвертый подкаст в прямом эфире в нашем Камеди Клаб с гостем И я говорю вам, ребята, что все билеты будут распроданы в тот момент Когда мы объявим, кто будет участвовать Особенно VIP-пакет, все из которых будут проданы И все такое прочее Мы будем распроданы в кратчайшие сроки Роб, если хочешь, можешь перейти на цену 59 долларов 90 центов Веб-сайт Лив Если ты хочешь быть первым, кто узнает, кто будет этим гостем на нашем следующем прямом эфире в нашем Камеди Клаб Наш текстовый подкаст «Сигар Лаунж» На номер 301 340 132 еще раз Текстовый подкаст «Эворд» Звоните по номеру 310 340 132 В последний раз у нас были Руди Джулиани и Дейф Рубин Это была занимательная дискуссия, и мы сами провели ее И у нас была возможность провести много времени со многими из вас, ребята Мы разговариваем с некоторыми людьми, с которыми вы захотите принять участие в следующей дискуссии здесь Но обязательно напишите слово подкаст по адресу 310 340 132 Полковник, это была фантастическая беседа Вы уже говорили раньше, что, по-моему, пришло время, когда нам нужна третья сторона, чтобы восстать Вы встречаетесь с Рф... Я не знаю, видели ли вы его вчера в той ратуши, где он это сделал У вас была возможность ознакомиться с некоторыми вещами, которые он сказал Позвольте мне сказать вам, что если вы еще этого не видели, то я вам очень рекомендую это сделать Вот ответы, которые он дал на вопрос о наркомании И он говорит, я помню, когда я стал отцом этого ребенка, я боролся с наркоманией в течение 14 лет И видел, как я терял членов семьи, братьев, вот это, вот это, вот это А затем, обращаясь к Трампу, он сказал, что вы думаете о том факте, что многие республиканцы поддерживают Трампа Он сказал, послушайте, мне нравится тот факт, что я получаю уважение от таких людей Я не пытаюсь оскорбить Байдена Я не пытаюсь оскорбить Трампа Я просто говорю об идеях Затем она заговорила о Фентаниле, а затем о вакцине Один из врачей встал и бросил ему вызов А в конце она спросила, что вы думаете по поводу того, что члены вашей собственной семьи говорили о вас такое А члены вашей собственной семьи говорили о вас то же самое И один из членов их спокойно оборачивается и говорит, позвольте мне спросить Не хотите ли вы сказать, что все члены вашей семьи согласны с вами? Она говорит, нет, вы меня правильно поняли Так что вчера он раздавил ее во всех смыслах на этой ратуши Он проявил большое самообладание и создает большой импульс для общения с Маском, Роганом, людьми справа или слева А также с некоторыми людьми, которые не являются поклонниками Трампа, но они республиканцы Есть люди, которые не являются поклонниками Байдена, но они являются демократами И он создал для себя большой импульс развития Как вы думаете, находимся ли мы сейчас на том этапе, когда у РВК действительно есть шанс? Он будет вынужден баллотироваться как независимый кандидат Потому что они ни за что не позволят ему стоять на сцене рядом с Байденом и вести дебаты Мы все знаем, что этого не произойдет Но если он будет баллотироваться в качестве третьей стороны Как вы думаете, РФ просто превратится в Распро-20? Или же у него действительно есть шанс создать реальный импульс и реальные перемены? У РВК-младшего есть одно качество, которым обладает Трамп Это называется аутентичностью Когда вы слушаете его и разговариваете с ним, как и я, это становится предельно ясно Он говорит вам именно то, что думает Это имеет огромное значение для американского народа В идеале я хотел бы, чтобы эти два джентльмена собрались вместе и сформировали третью партию Я думаю, что сейчас самое время Я думаю, что это можно было бы сделать Вы должны принять участие в голосовании Но это не является непреодолимым препятствием Проблема, с которой я столкнулся, заключается в том, чтобы просто принять участие в голосовании Речь идет о самом избирательном процессе Он коррумпирован Я вырос в Северной Филадельфии У нас в этом городе уже 60 лет не было чистых выборов Ну же проснись и почувствуй запах кофе Чикаго, Нью-Йорк, Филадельфия, Лос-Анджелес, забудьте об этом Теперь у нас есть бюллетени для голосования по почте и открепительные удостоверения Мы даже не говорим об этом программном обеспечении Это просто безумие Это полная чушь Французы попробовали это сделать Это не сработало, потому что вся система была повреждена Любой, кто смотрел на это разумно и объективно, сказал бы, что это не может сработать Причина, по которой штаты отвечают за наш избирательный процесс, заключается в том, что когда была написана Конституция Все люди согласились с тем, что у федерального правительства в 1787 году не было денег У нас не было ни денег, ни персонала, так что они были у всех штатов Вот они и сказали, нам придется позволить штатам самим проводить выборы Это было практичное решение, но мы никогда не обращались к нему с просьбой Мы никогда не возвращались к этому вопросу Если вы поедете в большинство европейских государств, современных европейских государств, то там действуют строгие правила и строгий процесс, требующий подтверждения гражданства и законного места жительства Вы должны явиться лично, после чего будет проверена ваша партийная принадлежность, если вы зарегистрированы в какой-либо партии Затем все присутствующие там представители различных партий одобряют вас, затем вы получаете избирательный бюллетень, затем вы идете, приносите бюллетень обратно Они забирают его и опускают в урну Именно так нужно проводить выборы Мы не можем проводить выборы в Джорджии, которые радикально отличались бы от выборов, которые мы проводим в Филадельфии Мы должны сделать так, чтобы они были одинаковыми по всей стране Но никто не хочет этого делать И вы знаете, что это является конституционной поправкой Мы забываем, что конституция также была разработана в 1780-х годах Она вряд ли имеет отношение к сегодняшней нации В ней есть много хорошего, но конституция — это структура государственного управления Я не говорил о Билле о правах Билль о правах неприкосновенен Именно они делают нас американцами В наши дни их попирают направо и налево, и этому нужно положить конец Но что касается конституции, то мы должны переосмыслить всю эту структуру государственного управления в 21 веке Еще раз повторяю, никто не хочет туда идти, но если у вас будут такие потрясения, которые, как я думаю, надвигаются, у нас может появиться возможность сделать это Внесите некоторые реальные изменения, очевидно, исходя из этого Но вы знаете, некоторые люди слева скажут Все эти вещи, о которых вы говорите, связаны с выборами Да ладно вам, полковник Мы видели, что произошло два месяца назад, три месяца назад, Фокс, доминион стоимостью 787 миллионов долларов Все эти ребята, которые говорили о выборах Получили самый большой штраф за всю историю, заплатили, и так далее, и так далее А потом Фокс отпускает Дэна Бангина, его больше нет в следующем человеке, и в следующем человеке, и в следующем человеке, а затем козел Фокса Такер Карлсон У них там происходит свой спор Таким образом, доверие к нам со стороны левых будет таким же, как и у левых, и они будут использовать это в течение избирательного цикла в течение следующих 17 месяцев Они будут продолжать говорить о большом оружии, которое у них есть, а именно Роу против Уэйда, Красная волна не прошла, потому что время проведения это было ужасно 2 миллиона 787 долларов, это 2 миллиона долларов Они скажут, эй, если ты считаешь, что победил на выборах правильно, то почему именно Фокс? Почему они заплатили 787 долларов за твою основную медиа-компанию Крестоносец Мейнстрим? Так что вся эта мистификация о фальсификации выборов, ничего подобного не существует, иначе тебе не пришлось бы платить штраф Что вы на это скажете? Я думаю, что судебный процесс по поводу выборов был связан с программным обеспечением Dominion Software Я там не присутствовал Я немного знаком с этим вопросом, но не могу прокомментировать его с юридической точки зрения относительно того Является ли это достойным результатом или нет Но я точно знаю, что когда дело доходит до открепительных удостоверений и бюллетеней, отправленных по почте, это становится катастрофой Это открытая дверь для коррупции на стероидах И если это именно то, что мы собираемся увидеть А я думаю, что мы увидим это во всех голубых штатах То я не думаю, что это произойдет Я вижу хоть какие-то доказательства того, что кто-то из правых может победить на этих выборах Итак, исходя из того, что вы говорите, в ноябре 2024 года, какой бы ни была дата, скорее всего будет либо Байден, либо Камала, либо Ньюсом, либо Мишель Если мы доживем до 2024 года и левые сделают то, что, по моему мнению, они собираются сделать, а именно так они и поступили в прошлый раз, то они победят на выборах Как вы думаете, кто будет последним мужчиной или женщиной, оставшимся в живых? Я не знаю, но это не так Видите ли, мы возвращаемся к вопросу о том, что произойдет потом? Да, именно так Другими словами, вы сидите и воспринимаете это как американец? Или вы говорите, нет, извините, я с этим не согласен? Да, послушайте, есть четыре вещи, о которых я молюсь И в последнее время я часто борюсь с одной из них Я молюсь о мужестве, мудрости, терпимости и понимании Я действительно молюсь, и это всего лишь четыре вещи Мне нужно мужество, чтобы заниматься тем, чем я занимаюсь ежедневно Семейным бизнесом и всем прочим Мне нужна мудрость, потому что я общаюсь с людьми, которые умнее меня Я хочу получить от них как можно больше мудрости Таким образом, Бог окружил меня людьми, которые умнее меня Я учусь у каждого из них Терпимость — это то, о чем я молился в течение долгого времени А затем понимание, чтобы иметь возможность увидеть другую сторону спора С кем я не согласен или кто не согласен со мной Что касается терпимости, то иногда я думаю, что если бы вы посмотрели на самую терпимую динаминацию, секту или религию, то сказали бы следующее Самая терпимая религия — это неконфессиональные христиане Вот кто это такой, ясно? Вы должны были бы сказать это так, потому что они очень прощены О, все в порядке, подставьте щеку, сделайте ТО или это хорошо? И мы видим, что Индонезия является страной в мире с наименьшим количеством представителей ЛКПТК-сообщества Менее 5% населения не являются членами ЛКПТК Индонезия не поддерживает однополые браки Менее 5% жителей Индонезии поддерживают однополые браки Я думаю, что в Америке этот показатель составляет 72% плюс-минус Судя по цифрам, он тоже только что снизился на 7% Этот показатель составил 71% из 64% Я думаю, что христиане являются частью проблемы в Америке Я думаю, что ленивые республиканцы являются частью проблемы в Америке Я думаю, что либертарианцы говорят Чувак, мне насрать, что ты делаешь Просто оставь меня в покое, позволь мне зарабатывать свои деньги Несмотря на то, что все эти вещи достойны уважения Я думаю, что все они являются частью проблемы Потому что они не осознаете, что частью того, что делал Иисус или кто-то, кем они восхищались Была их нетерпимость к компромиссу с определенными ценностями и принципами Они не исходили из того, что все в порядке Все в порядке Все в порядке Они сказали, нет-нет, я не собираюсь переходить здесь с вами черту Вы хотите это сделать? Сделайте это Но вы ошибаетесь И я с вами не согласен Именно на этом мы и остановимся Когда каждый будет сам по себе Каждый сам по себе Каждый сам по себе И эта концепция чрезмерной терпимости привела к тому Что Америка превратилась из величайшей страны в мире, где нас боялись, уважали и восхищались И втайне все хотели быть похожими на нас Конечно же, нас ненавидят В любое время, когда ты станешь номером один, тебя будут ненавидеть Кто самый ненавистный футбольный квотербег всех времен и народов? Это очень просто А кто самый ненавистный баскетболист всех времен и народов? Это очень просто А кто является самой ненавистной страной всех времен и народов? Это очень просто Мы смогли сделать в этих странах то, чего не могли сделать в течение двух лет, тысячи лет Мы сделали это за 150-200 лет Конечно же, вы возненавидите эту страну потому что она демонстрирует некомпетентность в вашей философии и ваших идеях, не так ли? Так что я понимаю это. Но я не могу согласиться с вами в том, что, по моему мнению, американский народ, принадлежащий к этим трем сектам, ленивым республиканцам, либертарианцам, которые относятся друг к другу как к своим собственным, и двум терпимым христианам, которые говорят, что все в порядке. Я думаю, что они добры о том, что сделали эти 56 мужчин, храбрых людей, которые основали эту страну, и о том, почему я здесь как эмигрант из Ирана. Они как бы причиняют мне боль. Но в любом случае, прямо в конце подкаста я оставлю за вами последнее слово. У вас есть какие-нибудь заключительные мысли? Есть ли у вас хоть какой-то оптимизм в отношении будущего? Потому что если кто-то слушает это прямо сейчас, то он, скорее всего, переезжает в Сингапур. Некоторые из тех, кто слушает это в Америке, говорят, «Может быть, я спрячусь где-нибудь в горах на Гавайях и Коуае вместе со своей семьей из шести человек». Должен ли я быть оптимистом или пессимистом в отношении будущего? Терпимость к невыносимому – это путь к верному разрушению. Этому должен быть положен конец. Именно это привело нас к преступности и усиливает ее повсюду. Во-вторых, если нет никаких стандартов, то ничего не получится. Все разваливается на части. Наконец, я бы сказал, что да, есть основания для оптимизма. Потому что прямо сейчас нас слушает гораздо больше людей, которые знают, что то, что вы сказали, правда, а то, что сказал я, правда. Это правда, и мы готовы бороться. Когда я говорю драться, я не обязательно имею в виду немедленно схватиться за оружие, но если вы не можете проголосовать за свой выход, то в какой-то момент кто-то может предложить нам найти другой выход. И я не думаю, что нам следует исключать такую возможность. Я очень разочарован в левых, потому что там есть несколько хороших людей, которые должны быть более благоразумными. Они тоже должны заботиться о честности избирателей, но это не так. Прямо сейчас люди, управляющие правительством, люди слева и люди справа от носорога, заботятся о власти и деньгах, вот и все. И мы должны вернуться к тому, что отвечает интересам американского народа. Прямо сейчас у нас этого нет. Я думаю, что РВК-младший верит в это. Я знаю, что Дональд Трамп верит в это. Не могли бы они что-нибудь придумать между собой? Можем ли мы на данный момент создать третью партию? Я не знаю, но это именно то, что нужно.